Во всех православных храмах Саратова сегодня отмечают светлый праздник Крещения. Всё, что связано с водой сегодня, очень важно, особенно важно. Мы побывали на родниках в окрестностях Саратова. Там вода тоже освещается, и люди приезжают набирать её уже с новым осмыслением, переосмыслением. То есть для них это не просто жидкость, а некая целебная субстанция, которая помогает воспарять духом, ну и, естественно, поддерживать здоровье. О том же нам, кстати, говорили и прихожане, которые посещают храмы Саратова. Я её пью утром. Вот набрала, сейчас дочери потом отнесу. Вода целебная, для здоровья полезная. В течение всего года ей можно будет пользоваться, она не пропадает. Просто когда даже пьёшь её, на душе как-то спокойно становится. Ощущаешь себя действительно к духовному миру причастным. Когда в церковь придёшь, водички наберёшь, как-то на душе легче становится. Мы для детей в основном берём умыться, попить, когда болеет. Мы считаем помогать, верить самое главное. Когда веришь, наверное, с верой помогает Господь. Ну, естественно, особое значение в этот день имеют омовения, крещенские купания. Вот в одном из самых любопытных храмов в Саратове мы сегодня побывали, в храме Сретения Господнем. Здесь с этого года построили стационарную купель. Большой популярностью пользуется. Как рассказал нам отец-настоятель храма, отец Василий Стрелков. Вообще, мы сегодня видели, как много действительно людей из окраинных районов Саратова, где находится храм, посещает сегодня церковь. Мы просим, чтобы Господь сам осветил воды с тем, чтобы каждый взял эту святую агиасму, святую воду, принимал её, причащался ею, кропил свои жилища, свои дома, своё имущество, чтобы благодать Божия, которая в этой святой воде, она укрепляла и тело, и душу. Ну, остаётся добавить, что погода сегодня, конечно, может быть, не очень располагает к купаниям, но это те самые крещенские морозы, о которых принято в народе говорить. Александр Болонский, Роман Шельдяев, Саратов, 24.